Всем привет! С вами Дарилович и сегодня обзор на, пожалуй, первый NVMe SSD компании MSI. Это Spatium M370 объемом 1 терабайт. Кстати, данные SSD можно купить по хорошей привлекательной цене. Ссылочка под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. Если все понравится, то можете покупать. Также спасибо всем, кто принимает участие в сборах на покупку SSD для обзоров. Ну, а после чего я их разыгрываю. И этот SSD уже разыгран и поедет в Норильск. Очень интересно наблюдать на, пожалуй, самом плотном рынке компьютерном, IT-рынке по брендам, по производителям, по торговым маркам SSD. Лидируют. Лидируют среди всех. И с каждым днем становится все больше и больше новых производителей. MSI долго, что-то долго стояло в сторонке и вслед за гигабайт решила тоже делать SSD. Ну и первый NVMe SSD это, конечно же, PCIe 3.0 на таком непопулярном и простом контроле, как FISON 5013E13. Что ж, SSD у нас безбуферный, никакого дирам кэша нет. Поэтому ждать чего-то сверхъестественного от этого SSD не стоит. Но все же я надеюсь, что накопитель покажет себя очень хорошо и очень достойно. Но узнаем все с вами на тестах. По скоростям у нас заявлено 2400 на чтение, 1750 на запись, 5-летняя гарантия у данного SSD и ресурс 800 ТБ. Ну, ресурс здесь хороший. И на большинстве контроллеров от FISON указан ресурс больше среднего по рынку, скажем так. Что ж, давайте сделаем распаковку, посмотрим, что находится внутри и перейдем к тестам. Обязательно отклеим наклейку и посмотрим, что скрывается под ней. SSD накопитель MSI Spatium M370, объем 1 ТБ, поставляется вот в такой вот упаковке, картонной, с язычком для подрешивания. Итак, стикер-наклейка с объемом, по бокам ничего интересного. С обратной стороны у нас есть информация на разных языках, есть русский. Просто отвердительный накопитель с интерфейсом PCI-30X4. Так, есть модельный номер, я понимаю, серийный номер. И сделано все это дело у нас, я так понимаю, в Тайване. Да, made in Taiwan. Все отлично. Давайте вскрывать упаковку и смотреть, что же нас ждет внутри. Кстати, упаковка защищена в четырех местах. Сверху и снизу. Все как полагается, все как и должно быть. Так, вскрываем аккуратненько. И достаем все, что у нас находится внутри. Так, а внутри у нас, да, есть инструкция. Больше ничего. Так, MSI Spatium SSD. Вот такой сверток. Есть русский язык. Для получения наиболее полной информации, короче, переходите на сайт. И с обратной стороны у нас указано, как, собственно, все это дело устанавливать. Причем, как для M.2 накопителей, так и для SATA. Да, SATA и SSD тоже здесь есть. Все понятно. Нас же интересует SSD, который находится внутри. Вот он, герой обзора. Опа, вот в таком он блистере лежит. Достаем, смотрим. Все. Это у нас просто наклейка. Даже не металлизирована. Просто обычный стикер, который приклеен на контроллер и на четыре чипа памяти. С обратной стороны. Отклеивать этот стикер нельзя. Иначе решимся. Гарантии сделаны в Тайване. Вот такой вот SSD. Устанавливаем и переходим к тестам. SSD накопители MSI Spatium M370. Объем 1 терабайт установлен. Переходим в управление дисками для того, чтобы инициализировать наш новенький SSD. Ну и, конечно же, создаем простой том NTFS. Все форматируется мгновенно. Все быстро. Получаем 953,85 гигабайт доступного объема. Смотрим, что у нас будет в CrystalDiskInfo. Так, моделька у нас определилась. Все отлично. Хасты чтения записи есть. Все по нолям. Общее время работы 0 часов. Два включения. Перед нами абсолютно новенький SSD. Температура на старте 46 градусов. Для контроля за температурой запустим CPUID и хардовый монитор. Свернем все ненужные нам устройства. И будем наблюдать. Кстати, давайте сразу же проверим, сколько температурных датчиков у нас стоит на SSD через утилиту AIDA64. И датчики. Датчик у нас здесь один. Ну и первый тест. CrystalDiskMark в 5 прогонов по 1 гигабайту на абсолютно пустом SSD. Ждем результата. А пока у нас идут тесты, перейдем на официальную страничку с накопителями MSI. Здесь у нас присутствует только NVMe накопители. Хотя в книжке, во вкладышах указаны инструкции и на SATA SSD. Что ж, видимо появятся чуть позже. Также мне не совсем понятно. Есть M370. Есть Spatium M370. Я так понимаю, это из-за коробки только что. В чем отличие? Не совсем понятно. Что ж, вот страничка нашего SSD. Spatium в погоне за скоростью. Серия Spatium Z ускорения для вашего компьютера. Чтение 2400-1850 на запись. Это для версии 2 терабайта. В нашем случае 1750 на запись. Чтение все так же 2400. Бескомпромиссная скорость. Компактный размер, большая емкость. Собственно не указано, что за контроллер. Все необходимые фишечки здесь есть. Аппаратное шифрование. Пятилетняя гарантия. В общем-то есть спецификация. Заходим в спецификацию. А здесь у нас пусто. Видимо для России еще не перевели. Но на англоязычном сайте у нас здесь все есть. Причем Spatium представлен объемом от 256 гигабайт до 2 терабайт. В России же только 1,2 терабайта. Вот наши скорости. И вот наш ресурс. 800 терабайт на запись. Что здесь ресурс достаточно хороший. Тесты завершены. Скорости у нас подтвердились. Даже получили скорость записи значительно выше, чем было заявлено. 1750 получили практически на 200 мегабайт в секунду больше. Что же касается случайного 4К чтения. 51 мегабайт в секунду. Хотелось бы здесь видеть 60. Давайте посмотрим, что у нас будет в SSD Benchmark. Сколько баллов наберет SSD здесь. Получаем 3233 балла. Что ж, все-таки это уровень средний. Даже, наверное, чуть ниже среднего уровень NVMe SSD. Теперь запускаем отодиск бенчмарк. Посмотрим, будет ли у нас троттлинг. Потому что во время тестов Crystal Disk Mark у нас накопитель нагревался до 73 градусов. Ждем. А вот здесь никаких проблем нет по температуре, по нагреву. Температура держалась в районе 56 градусов, что удивительно. И накопитель показывает максимальную пропускную способность PCI 3.0 интерфейса. Но это свойственно накопителям на контроллере FISON. Поэтому будем проверять троттлинг на тестах реальной записи. Вы посмотрите на картинку. Просто красота. Но это уловки контроллера FISON. Так, смотрим, что у нас будет в Adjo Video Systems на нашем накопителе. Здесь никаких претензий, никаких проблем. Теперь сворачиваем все наши синтетические тесты. Выполняем команду trim на накопителе. И приступаем к тесту реальной записи после паузы в 15 минут. А теперь, по традиции, копируем папочку RENDER с PCI 4.0 накопителя Patriot Viper VP 4300. Смотрим. 1,7 гигабайта в секунду. Что ж, вполне себе хорошая скорость записи на SSD. Смотрим, что у нас будет дальше. И резкое снижение скорости после записи примерно 28 гигабайт. Скорость у нас упала до 470 мегабайт в секунду. Интересно. Смотрим, что будет к концу записи. По крайней мере, первой папки. К концу записи первой папки скорость держится на тех же значениях. 470 мегабайт в секунду. Температура 69 градусов. Продолжаем заполнять. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну и на записи последней папки скорость все так же держится на отметке 470-480 мегабайт в секунду. Температура не поднималась выше 72 градусов. 71 в среднем на протяжении всей записи. Что ж, накопитель у нас сейчас заполнен на 95%. Отлично. Давайте после паузы проверим, изменились ли у нас скорости. И по мере заполнения на 95% снижение скорости у нас есть. Как по линейным скоростям, так и по случайному 4К чтению. Что ж, результаты мы с вами увидели. Давайте посмотрим, как накопитель проявит себя на тестах линейной записи в AIDA64. Тесты у нас завершены. Чтобы заполнить SSD, потребовалось 40 минут 23 секунды. Что касается результатов, то все повторилось. То же самое, что мы с вами видели на тесте реальной записи. Примерно 28 гигабайт у нас идет буфер. После чего скорость падает и держится в районе 480 мегабайт в секунду. Тестировать данное SSD с радиатором не вижу никакого смысла. Мы с вами увидели 72 градуса на первом тесте в CrystalDiskMark. На втором тесте было 75. И троттлинга здесь замечено не было. Да, вот такие дела. Вот такой вот SSD. Ну и конечно же надо проверить контроллера. Здесь у нас предположительно FISON 5013E13. Поэтому смотрим. Смотрим. Да, он самый 5013E13. И DRAM, конечно же, здесь никакого нет. Чипы памяти 96-слойная Toshiba. Такой вот SSD. Ну а теперь давайте смотреть, что же скрывается под наклейкой на этом SSD. Контроллер FISON. Чипы памяти. Тошиба мы с вами это уже увидели. FISON 5013E13. Вот такой вот SSD получился у компании MSI. Тесты завершены. Результаты получены. И в принципе ничего особенного по накопителю я сказать не могу. Также не было тестов с радиатором. Почему, спросите вы. Да потому что накопитель у нас не уходил в троттлинг. Мы просто не видели троттлинга. И смысл вставить сюда радиатор я не вижу никакого. Опять же накопитель не показывает какие-то сверхъестественные скорости. Потому что здесь буфер 28 гигабайт. И здесь скорость до переполнения 1,7 гигабайта в секунду. В принципе для ни другого SSD отличный результат. А вот после переполнения скорость падает до 470 мегабайт в секунду. И это уровень топовых SATA SSD. Хотелось бы побольше. Но блин, это безбуферный SSD. Поэтому здесь ожидать чего-то лучшего не стоило. Что же касается бенчмарков. То здесь накопитель показал себя максимально хорошо. Придраться не к чему. Все скорости у нас в CrystalDiskMark подтвердились. Но только бенчмарки и могут разогреть данные SSD. Потому что на тест стереальной записи скорость держалась в районе 71 градуса. Иногда поднимаясь до 72. А максимум опять же в бенчмарке у нас получился 75. Накопитель немного теряет при заполнении на 95%. Что в принципе ожидаемо. Во всем остальном сказать мне больше про это SSD нечего. Кроме того, что в FISON как-то обошли тесты от O-DiskBenchmark. Где накопитель показывает себя просто нереально круто. Хотя по факту все совсем иначе. Так что у меня на этом все. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD. И увидимся на новых обзорах. Пока-пока. И для тех, кто до сих пор не знает сколько стоит этот SSD от MSI. Ссылочка как всегда под этим видео. Переходим, смотрим, сравниваем. И если все устраивает, покупаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...